Музыка Переходим к докладу на основе архивных источников Елена Формотина Наши научный сотрудник архива РАН Представит нам доклад Фото негатива полета Николая Александровича Мородова 8-9 мая 1913 года В его личном фоне в архиве РАН Добрый день, еще раз всем Благодарю за возможность участвовать в конференции Священной памяти замечательного ученого В архиве РАН в его личном фоне Сохранилась и снималась фотография Но подавляющее большинство Это фотоотпечатки Только в одном деле содержались Негативы 16 негативов Формат кадра 9 на 9 сантиметров Вы видите здесь неровные края Боковые отрезки А отрезок Что сразу бывает на мысль Съемка была выполнена фотоаппаратом фотоаппарата Самым известным, самым любимым Самым распространенным фотоаппаратом Теоретики Съемки с конца 19 века Ну и документы из фонда это подтвердили Но его оцифровка изучения в этом году Позволила установить точную его дату Чтобы оправить то, что было указано На 2 апреля Вместо съемки А на этих 16 негативах Представлены 5 видов на облака и землю Сладного воздушного шара Междувоздушный шар и люди После приземления И оставшиеся 4 Это архитектурное сооружение Спасов Приловский Дмитриев монастырь Перед ворвала Батюшку И это полет 8-го 9-го мая 1913 года Который завершился в Вологде А точнее 52 километрах от нее Ее уже предшественники были на полете Полет этот известен с большей или меньшей степени Подробностей в разных публикациях Посвященных Морозу А также еще и в теографии Его спутника Витальда Ивановича Ярковского В интернете в 2007 году Витальд Иванович очень известный Веке авиации того времени Он и подготовил учебные курс по воздухоплавному Издавал книги И был секретарем воздухоплавательного отдела «Ирто» И он же был редактором журнала «Техника воздухоплавания» И вот по горячим цветам Перепеременной этого журнала за 1913 год Вышла его статья в полете По заголовкам «Ночной полет на воздушном шаре» С карты маршрута Она уже показана И диаграмма с периодой «Баласта и скорости» Она на этом стоит Среди трудов Морозова До выхода в свет его книги Среди облаков Напоминаний о каких его публикациях на русском языке нет Среди облаков Здесь Как известно, среди облаков Вышла в свет В 1924 году И там Этого полета Посвящен Очерк 508 Верст Над туманами и воротами Передом из Денинграда В Вологду Но вот в 1913 году Вышла на французском языке Его очерк Похожий заголовок Но 600 километров Над облаками и болотами Санкт-Петербурга В Вологду И вот С переводом Этой статьи Можно ознакомиться На сайте Вологодского облаката Игра Еведа Олега Григориевича Срамачёва Ну а в архиверан Среди записных книжек И дневников В Вологду Сохранился Дневник полета Где фиксировалась его высота В определенное время Когда Странствовался Балласт Местонахождение Когда ему удалось определить И Дневник сразу же Продолжается Очерком Который Вот видим По почерку Многочисленным зачеркиванием Он писался Вот тоже Буквально сразу По завершению Где-то После полета И там Как раз Сохранились Детали Которые Ушли В опубликованных Вариантах И Которые Как раз В отношении Фотосъемки Представим Сколько Источников Переходим В истории Этого Путешествия Начинается На Санкт-Петербурге На Улове Газового Завода Как раз На сайте Ролета Сурмачева О Которым я упоминала Опубликована Фотография Иллюстрация 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 Указана Но Мы видим Это Польское Издание Иллюстрация 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 Эти Мороз Иллюстрация Эти Мороз Издание О Производа Иллюстрация Мороз Проложает Земля Более И это было продолжение его работы в наблюдении во время солнечного ознакомления 4 апреля 1912 года. Ну и вот возможность сделать в этот раз сектор фотографии, он получил 3 часа 9 минут, когда взошло солнце, то есть попаленно начинает сближаться аппарат, он до 15,4, он успевает тело 4 спектра стенка с разной вытяжкой, извиня, от моментальной до небольшой, как он описывает, на высоте 300 до 1000 метров. Ну и далее продолжим свой путь. Постепенно туман уже умотняется, отразделяется, отразделяется в трамвай, и вот уже к 7 часам, как пишет он в дневнике, отнеси облаков, остались одни гребенки. Ну вот такие похожие на гребенки облака видны на группе лотивов, это уже обычные фотоснимки. Ну вот, я не знаю, наверное, только их видно, то есть на Бакютере, на Тифовском фаре можно наблюдать земную поверхность здесь. Они пытаются определить свое место, и не сразу у них это получается, поскольку кто-то думал, что это использует Кубинскому озеру, и как раз Морозов, он предположил, что направление в этот день менялось в течение ночи, и они должны... Я думаю, что один однолопый уже, он, например, посеверный, в итоге его предположение оказалось верным. Вот еще, значит, вот, ой, наверное, я почти не видела, вот здесь вот находится гондола, то есть он фотографирует, буквально вот перевесившись через бортник. Опять же, такие облака, и вот надо заметить, что, собственно, поясняется, как они появились, эти деньги в кодеке. У него есть запись в почерке. «Я хотел снять на спектр, но клапан, прикрывавший щель моего спектрографа, оказался сломан от удара. Я сделал своим кодеком несколько снимков из самих зубунов и их главных». Зубуны тоже там подтверждают, что все технические характеристики наших негативов, они соответствуют, да, подтверждаются письменным источником. Зубуны, они видят болото, то есть вообще то, что они увидели, их сначала очень, ну, даже испугаво. Они видят такие вот множество оранжевых прядей у больших, похожих на лишайники, и как Морозов сравнивает это с дамскими локрированными натистками желтого цвета. Сначала будут зубучие пески, потом все-таки переглядываются в лес плоды, понимают, что это болото, и вот постепенно устанавливают, что они летят на такой челодощи. И, значит, цитата из Божьего отчерка «К восьми часам утра и растат достиг высоты более двух километров. Ни на небе над нами, ни внизу на земле не было теперь ни одного облачка, а только голубая дырника». И в Органике полета Цезарапис. Восемь часов двадцать пять минут, третий снимок кодекам, высота две тысячи пятьдесят метров, солнце на безоблачном небе. Пошли огромные морозы, грязные буры жёлтого цвета с похромами. Ну, вот, видимо, вот именно мы можем сказать, что вот, скорее всего, вот это и тот снимок, о котором опишется мороз в восемь двадцать пять утра девятого мая двенадцатого года. Ну, их карта была старой, это вот как раз из статьи Рыбовского, и на ней не было Петербургского, Лагонской железной дороги. Ну, они знали, это действительно ее существование, предполагали, как она идет. Действительно, вскоре своей радости, потому что летят они над болотами, куда они возможно притремлиться, ну, собственно, без того, чтобы тебя не нашли еще много-много лет. То вот они, наверное, слышат, наверное, истоку мотива, потом видят уже узкую прямую полоску, по которой ползет длинный червячок. Это, опять, цитата из Николая Александровича. И вот, наверное, очень надеюсь, что это видно, потому что вот этот негатив буквально соответствует его описанию. Мы летели почти параллельно железной дороге уже на пусто населенной местности, то есть многочисленные деревьями, возле которых распаханы полярки, но резиденными полосками, среди незначительных перерезков. Как, опять же, замечает Морозов, мы долетели до цивилизации, садись где хочешь, но нам уже не хотелось. Они задумывались, что они могут долететь до Кубинского озера или до Вологды, но возникают грозовые облака, они закрывают солнце, шар начинает терять весноту, ветер мало того, что он становится слабым, но он начинает менять отравления и несет их обратно до Вологды, которые они раскрыли. Поэтому их около 12 часов дня они принимают решение об окончательном спуске, но он тоже вот пошел, как это я говорю, пошел пусть совсем по правам. Они попали в нисходящий поток воздуха, видимо, как они уже потом это обдумывали, их стремительно опускали на верхушки береги, но все бы ничего, на самом деле, что их несет на железное дорожное полотно, по которому идет поезд, буквально 400 метров. То есть если он, локомотив, сталкивается с вот этой вот воздушной колючей смесью в шаре, то произойдется, а потом, уже когда все закончилось хорошо, реализирован камещик, это был бы первый случай гибели воздушного шара от столкновения с локомотивом. Камещик начинает верить шар, то есть на области Ерковских с трудом как-то получил с них оторвать эту первую область, их продолжает вести на плотно, потому что вот здесь, надеюсь, что видно все это, то есть, но шар сохраняет объем, видите, это уже фотография после приземления, он не получилось как бы, вот как Ерковских поясняет, что во время спуска шар перевернулся так, что разрывное приспособление оказалось внизу, газ не выходил, и когда мы вылезли из корзины, пришлось самим обораживать шар. Делали они уже это с помощью вот повернувшей им железнодорожной команды. А вот рисунок, это как раз из иллюстрации из книги «Среди облаков», и автор его Татьяна Гавриловна Тихова, то есть это дочь астронома Тихова, который создал для Морозова еще в 12-м году специальность утром. То есть она это знала, встречалась с Николаем Александровичем, знала этот рассказ, но здесь мы видим неточность. У нас тут один аэронавт, да, пытается ухватиться за ветку. На самом деле их трое. Они в тот момент, казино уже лежит целиком на боку, и они трое друг на друге, то есть когда внизу канящийся Морозов, а на Морозову упал Ерковский. И вот, то есть не хвататься за что-то, они не вовсе, а Морозов пишет, что я старался держать голову по направлению взрыва, чтобы мне не выпало глаза. Вот поэтому вот. Ну как бы, да, вот так, ну вот этот драматический момент на этом рисунке. Ну слава, все закончилось благополучно. Вот у нас трое наших аэронавтов прекрасных, они уже в крови. Ну вот съемку, видите, перекрыл рукой фотографирующий. Ну вот тоже он вспоминает, как Ерковский с Халищевым пошли покурить в сторонку, а яблый очень курящий убежит. Николай Александрович тоже с наслаждением рядом с ним растянулся на сухой крови. В крови Энхернец. Медлочные грузьки. Значит, ну и вот на негативах мы видим еще подъехавшего к ним старый инженера Александра Александровича Семенова, начальника 21-го участка Северной железной дороги и его рабочих. Ну, в общем, они довезли, и они видели уже, что шар спускается, вскоре они подъехали к ним. И от них, собственно, они узнали, что приземлились в 9 СК от станции Кипелова. Семенов сопил нам со всеми рабочими уборки шара и остался нас на подошедшем служебном автоматике на свою квартиру и оказал нам самое радужное гостеприимство. Также мы попали на именин к его знакомому. Ерковский тоже упоминает, что у них был небезный прием. Больше никаких слов нет, что они до 3-х часов ночи пиропали. Оно... Вот негатива нам показывает, что в Болгарии не только посиделки за столом, но была, ну, как мы сказали, культурная программа. Это, собственно, и посещение Спаса Принутского монастыря. Понятно, что они ехали туда специально, потому что монастырь находился, ну, на другом конце города, от железнодорожного вокзала, куда они приехали. Ну, первым, может быть, там была квартира Семенового объекта. Но есть еще одно предположение. Дело в том, что буквально ровно за два года до этого пилот Михаил Николаевич Калищин, вот он здесь в центре, в первом ряду, в нижнем, да, сидит в светлом. Детельное, надо сказать. Вот 8 мая 1911 года он был достоин звания сотрудника Эльбератского археологического института. Вот такая фотография торжественного акта по поводу обращения археологического года, это, собственно, единственная его фотография, которая есть в интернете. То есть у него уже был вполне привести обратный интерес себя, у него был с Вологдой, это был общий интерес к древностям. Но вот это вполне возможно, что это было по его просьбе, я так скажу. Не знаю. Вот. Думаю, таким образом, известно, что спектральная снимка в съемках, к сожалению, оказалась неудачной. Но надо сказать, что и съемка на фотоаппарат, она тоже вот такого очень разного качества. То есть, в этом, вроде бы, была сбита фокусировка против этих ордитских падений. Но, тем не менее, это такие интереснейшие визуальные источники, которые нам не только позволяют представить место на Земле, представить подвиг этих прекрасных аэронавтов, но и вот дополняют информацию из истинных источников. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.